Есть какие-то определенные там рамки, которые надо пройти. Граффити, то, как оно началось, это, в принципе, и есть вандализм. Да каждый, мне кажется, хочет оставить свой след. Оттачивая технику, ты все равно задумаешься о том, что у тебя есть собственный стиль. Сама выставка здесь немножко такая, извини, привыкаешь к тому, что подобные экспозиции и ты видишь где-нибудь в Москве на флаконе или там на Artplay, в гараже. У нас в Омске такого пространства не нашлось. И такой классический музей, где постоянные экспозиции, немножко инородный такой набор картин. Ну и, соответственно, я здесь себя точно так же чувствую. Я всегда, всегда здесь себя чувствовал так, когда заходил во Врубеля и немножко терялся. Потому что, ну, хотя я и учился, и в художке, и в педе, на худографии, но при этом здесь мне всегда немножко неуютно. Не ощущаю себя здесь в своей тарелке, потому что, наверное, больше стоило изучать историю искусства, да, там, как-то больше в это все погружаться. Но я же троечник. Марат Абишев, уличный художник. Изучал академическую живопись в педагогическом университете. Рисует как на автомобилях, так и в интерьерах, используя различные художественные техники. У меня родители оба инженеры, и переехали мы в Омск, там, мне было два года. Они там по распределению на полет. И, соответственно, что студенты, денег нет, дали общагу, надо делать ремонт. И на стены наклеили миллиметровку. Тогда я была в достатке у инженеров, и вот, собственно, у меня все стены дома были такие оранжевые, разлинованные. И, соответственно, мне не запрещалось рисовать. А всегда хочется рисовать, когда у тебя есть система координат. Вот, плюс папа там клеил какие-то картинки на стены, писал какие-то слова, чтобы мы учили буквы. И хотелось как-то все это копировать, упражняться прямо здесь на стене. И поскольку не запрещали никогда, таким образом выявили этот талант, что рисую. Ну и всегда поддерживали, отдали в художественную школу. Сразу, причем в первый класс без подготовительного, поскольку увидели задатки, и что рисую хорошо. Как-то мне легко давалось, и поэтому я всю жизнь рисую. И многие предметы в школе, такие типа литературы и физики, сдавал больше за счет каких-то стен газет. И чего-то такого неформального именно за счет рисования. Это единственное, что я рассматривал в 11 классе, что я пойду и буду подавать документы на худграф. Академия — это плюс и минус. И надо это учитывать, когда ты творишь. Мы, конечно, смотрим картины мастеров, мы там копируем, изучаем Академию. В какой-то момент хочется начать от всего-то отказываться, отворачиваться. Имея, конечно, это в виду, но смотреть вперед, делать свое. Я понял буквально недавно, это шоры определенные. Тебе забивают голову этим всем и задают такое направление узкое. Потом из которого тебе нужно выбраться. И все художники, которые экспериментируют, они прямо отвергают это все. Левая нога та же самая, они в принципе не принимают Академию. Что это все как-то закрывает, тебя сковывает. И это отчасти так. Просто недавно я рисовал возле своей школы, где я учился, возле 118-й школы. И вышла учительница ИЗО. Моя учительница ИЗО, которая когда-то мне вела уроки, Жанна Леопольдовна. Мы пообщались, она говорит, у меня где-то твои работы лежат. И выносит мне работы там, начиная с 6-го класса. Я смотрел на свои работы. Я был лучше, чем я сейчас. Именно в идеях. То, как там заполнен лист, какие там связи между персонажами. Какие-то просто невероятные идеи. И это точно было нарисовано из головы. Это были невероятные картинки. Я прям все это посмотрел себе, отфотографировал. И понял, что какой-то уровень свободы, он исчезает. Когда мы дети, мы не скованы рамками. Мы и есть творчество. А когда мы взрослеем, нам все сложнее от этого отречься. И в искусстве своем. Ты думаешь, а там ты творишь. Я прям был повернут на аэрографии. И там курсы с 3-го, с 4-го. Я прям плотно уже занимался рисунками на машинах. Мне просто было очень интересно. Я увлекался всей этой культурой, аэрографией. Там смотрел какие-то американские, какие-то ролики. Мне прям нравилось, что на машинах, на каких-то объектах, на предметах там можно делать фотореалистичные изображения. И попробовал здесь. Пригласили в какой-то гараж буквально. Вот ребята купили аэрограф, не знают, как им пользоваться. Ну, маляры и жестянщики. Как они могут там что-то в художественном смысле соображать? Ну и вот, типа, попробуй. Я пришел, попробовал. Понял какие-то азы. Посмотрел какие-то там ролики, опять же. И начал делать что-то свое. Когда я нарисовал первый раз аэрографию на мотоцикле, на бензобаке, я хотел сделать подобие кожи змеи или крокодила. В общем, пытался как мог срисовать. И ко мне подошел маляр и говорит, ну, видно, что я не шахматную доску рисовал. Вот, я подумал, что это хороший комплимент, хорошее начало. И сделал тогда мне, там, ребята уже покупали себе машины. Или им там родители отдавали свои машины. И такие, типа, давай мне, отдавай мне. Я таким образом, там, порядка 10 машин, какие-то мотоциклы, шлемы, ну, что-то такое попадало мне в руки. Я все расписывал. И на этом рос. Небольшое портфолио подкопил. И после университета поехал покорять Москву. Я смотрел на граффити, которые были в городе. Я там был знаком уже заочно с Алексом Милентьевым. И там еще с ребятами некоторыми. У меня всегда была, если возможность, приходить, посмотреть, где рисуют, как рисуют. И это было что-то там сверхъестественное и невероятное. И, конечно, увлекало, но как-то не было решительности, что ли. Я как-то всегда думал, что есть какие-то определенные там рамки, которые надо пройти, ну, там, то есть, чтобы попасть в эту культуру. Не просто ты можешь взять баллончик и пойти рисовать, а ты должен завести там определенные знакомства, чтобы тебя научили, чтобы тебе все рассказали. И не было смелости, не хватало, чтобы сделать этот шаг. Ну, этот или этот, да, и попасть в эту культуру. Поэтому, ну, именно рисовать на стеночках я начал, ну, что-то лет 7-8 назад. Ну, и это как раз мы уже познакомились с Алексом более плотно. Он пригласил меня на какой-то коммерческий проект. Мы там порисовали. Первый раз я держал в руках баллон. Баллон, профессиональный, хороший баллон, что вот для граффити. И я такой пришел тогда с аэрографом, с компрессором. Вот оно, вот, true, я сейчас тут покажу стиль. А когда взял в руки баллон, совершенно другой материал и кайфанул. И потом, естественно, набрали бланок, вышли на улицу и начали уже делать какие-то штуки. Стараюсь вообще без маски не работать. Потому что недавно наложилось и то, что надышался краской, и простудой. И это непроходящий кашель там, ну, ужасно. Я причем понял, что со временем накопительный эффект еще есть. И, в общем, лучше не надо. Бывало, что, да, там, забьешь где-то, на улице ветер дует, не страшно, не пахнет. На самом деле всегда все пахнет и всегда страшно. До минус 18 я лично рисовал. Но это такое себе удовольствие. В конце дня разваливаешься на запчасти. Иногда бывает, что я там в наушнике. Вообще у нас есть и блютуз-колонка, там вытаскиваем что-нибудь, слушаем. Бывает, там, аудиокнигу могу себе поставить, если это надолго. Мне почему-то нравится классику слушать. Вот я в школе не читал, ничего вообще, я лентяй был. И все началось с фильма «Даунхаус», что это идиот в переложении, в таком постмодернистском. И решил послушать оригинал. Ну, и удобно ты рисуешь, у тебя заняты руки, глаза, как бы уши, мозг свободен практически. Ты на автомате многие вещи делаешь. Наоборот, погружаешься полностью в книгу, не замечаешь, как ты уже что-то нарисовал. Вот, и такие произведения там. Уже задумывался про войну и мир. Вот, чтобы подольше, ну, какой-то большой проект, и воткнул в уши и рисуешь. Началось все с Алекса. Ну, вот он рассказал, что в 97-м году эту стену поставили вокруг частного сектора. Как-то вот это отоградили кусок. И он сразу же пришел и что-то нарисовал. Он раздобыл какие-то баллоны, там, они с ребятами компашкой туда завалились. И что-то нарисовал. И рабочие сказали, о, классно. Он не почувствовал никакого препятствия на этой стене. И они со временем ее всю разбомбили, там, с ребятами. У них там какая-то война была стилей между художниками. Они там друг друга работают. Там первая коммерция там появилась. И никогда никто не трогал. И там единственный раз на моей памяти, когда все закрасили, это в 15-м, что ли, или в 16-м году, я пришел рисовать. Просто придумал картинку, пойду порисую, крашу. Ко мне подходит охранник и говорит, ну, классно, конечно, но я завтра все это закрашу. У меня такое аж удивление, типа, как? Что за крак? С чего вдруг раньше никто не закрашивал? А там уже были нарисованы портреты велосипедистов. Еще какие-то картинки, которые мы делали до этого. И они, ну, очень отличались от того, что там просто школьники мне дали чуть ли не номер телефона собственника этой стройки. Я поговорил, он говорит, ну, ладно, твои работы закрашивать не будем. Все остальное закрасили, оставили велосипедистов и две моих работы. Все. И дали добро на то, что если ты звонишь, согласовываешь, то ты рисуешь. Ну, вот эти велосипедисты, кстати, с 14-го года, их никто не трогает, потому что это крайняя работа. Я надеюсь, что крайняя работа Алекса в Омске. Плюс я рисовал портреты, Алекс сделал шрифт. Плюс тема затронутая, и вроде как чуть ли не венки и цветы туда приносят. И как-то это уже превратилось в что-то большее, чем граффити. Эту часть не трогают, на удивление. И там уже природа больше разрушила, чем могли там люди испортить. Я там рисовал когда-то Александра Попова, хоккеиста. И ястреба закрасили, надпись закрасили, а портрет остался до сих пор. И прям аккуратно вокруг него там обрисовываю. Даже Слава, который вандалит все и вся, он просто рядом вот так вот. Слава. Мы с ним, там, был небольшой конфликт, но мы пообщались, и мои работы он не трогает. Когда это такой Hall of Fame или там спот, где рисуют все, ты должен это заранее понимать, что ты там нарисуешь, и через какое-то время это исчезнет. Это такие мандалы, там, все что-то делают, и потом фотают максимум и уходят. Когда, понятно, там, свежая работа, она крутая, качественная, там, или это сделал какой-то гость, ну, кто-то не из местной сцены, то ее сохраняют долго. Когда, ну, приходит человек, который не знает, там, не в курсе, он просто делает сверху, и все. История была в 16-м году. Приезжал Костя Данилов в рамках стенографии, делал манаса возле казахстанского посольства. И потом мы все собрались, там, екатеринбургские художники, новосибирские, кто-то еще приезжал тогда, и пошли на массовый, покрас на эту стену. Никто особо не выбирал, кто где будет рисовать, просто вот от сих и до сих мы рисуем. И, естественно, ключевая там картина была от Змока. Вот, и все такие кайфанули, вот, Змок, на фоне его работы все пофотались, все классно, респект. И на следующий же день приходит чувак, на его работе Костя нарисовал. Ну, она была такая вообще, ну, ни о чем, там, школьник, не школьник, там, первокурсник какой-то. И он обиделся, что на нем нарисовали. Он не разбирался, кто, он просто закрасил Костю и все. И все такие, мол, как? Вообще, ты у тебя, где, что, иди читай, иди смотри, кто такой Костя, и плачь после этого. Этика и такой неписанный закон есть, что есть определенные там имена, звезды, есть приглашенные художники или просто, ну, у кого, там, не знаю, больше респекта, да, там, коэффициент респекта. Вот, и такие работы не закрашиваются. А, в принципе, ну, кто угодно, что угодно может перекрыть. Вот есть граффити, то, как оно и началось, это, в принципе, и есть вандализм. Ну, потому что Таки, который все это начал в Нью-Йорке у себя, он вандалил в метро. Много где рисовал, но именно за метро больше всего ругали тогда. Внутри, на, вот, и то, что с него это все началось, и он задал вот эту вот какую-то невластную культуру. Хотя, в школе мы там третий, пятый класс, что мы знали про какого-то там Таки в Нью-Йорке и про граффити вообще. Но мы писали на партах свои имена и никнеймы. То же самое. Да каждый, мне кажется, хочет оставить свой след таким или другим образом. Мне кажется, вот эти ладошки на стенках в пещерах – это то же самое. Просто в какой-то момент это вылилось во всеобщее увлечение и понеслось одной волной из Америки в Европу, обратно и по всему миру. Изначально, как оно есть, это вандализм. Потому что портили. Ну, прям вот, выбирали самое видное место и шарашили, и кто круче. И там сначала было, что ты должен там по своему району все разрисовать. Весь город, везде отметится, по всей стране там максимально. И то, что Слава сейчас делает, это он там по всем городам, везде он ездит и везде оставляет, фотографирует, что вот Слава. И все просто знают, что Слава здесь был. Ну, и у него есть свой определенный стилек, но он такой не супер уникальный. Он делает, как все, просто пишет везде свои. Там Серега Голан в Москве, и списал всю Москву. Это как бы то же самое. А стрит-арт, он появился уже потом, когда художники вышли на улицу. То есть, когда люди не просто пишут свое имя или там как-то отмечают, что это я. Они уже вкладывают определенные смыслы. Они там делают именно творчество. Просто они делают это на улице и в масштабе фасада, забора, чего угодно. Поэтому это два разных направления, которые стоит разделять. И, соответственно, закрашивать или не закрашивать тоже определяются людьми, которые видят, что это вандализм. Или они понимают, что это реально крутая вещь. Мы сейчас активно продвигаем, поднимаем и стрит-арт, культуру. Во-первых, к нам в 2016 году заехала стенография. Не показала, как можно. Соответственно, после этого мы подумали, о чем мы тут сами не справимся. Вот, мол, проведем свой фестиваль. И кто-то из ребят рисовал на День омеча и проходил мимо губернатор и говорит, ой, это хорошо. Это, типа, здорово у вас получается, приходите там поговорим. Нас передали в Министерство культуры, потом нас передали в Либеровцентр как организаторы фестиваля. И, собственно, в два года мы проводим внутренний такой фестиваль. Мы все это, естественно, согласовываем и с министерством, и с администрацией как-то. Но определенная свобода есть. То есть мы просто показываем то, что мы хотим. Если это не получает никаких правок, мы делаем то, что мы хотим. Вот в этом году, в принципе, мы прям максимально творчески реализовали все свои проекты. Никого в рамки не загоняли. Мы как-то хотим все это сделать, чтобы это был именно фестиваль омский. Придумать его формат проведения. То есть мы будем и фасады расписывать, и какие-то объекты, но и проводить какое-то мероприятие. Мне очень хочется сделать что-то в духе Крашена Новосибирской или Крась Красноярский. То есть когда они там собирают всех художников в одно время, в одном месте и делают какой-то Hall of Fame, количество работ прямо вот на одной территории небольшой. И там же стоит сцена, диджей, какие-то маркеты там около граффити. В этом году я рисовал на фасаде администрации. Не городской, а там округа, да, Октябрьского, да, со стороны ЗАГСа. История вообще издалека. Есть фотограф Коля Кучеров. Некоторые его фотографии прям просились на фасады. В сторис, в инстаграме у него увидел вот эту фотографию невесты. Я прям влюбился, потому что я очень люблю геометрию, вот эту, игра света, теней. Я попросил у него фотографии ее, собственно, жениха, потому что не хотелось их разлучать по смыслу. И, собственно, фасад еще такой двойной. Я расположил там эти фотографии, так как-то покрутил, оно вот, ну, встало на место. Прямо я вижу, что это должно быть здесь. Я, собственно, скидал все на утверждение в администрацию. Они согласовали, там в кабинетах сидят, ну, не глупые люди. Со своим вкусом, да, и хорошо, что эти вкусы совпадают. Не какой-то ширпотреб мы рисуем, да, сердечки и колечки, а мы рисуем действительно крутую картину. Это не оформление, это творчество, это то, во что заложены определенные смыслы. Если бы это было нарисовано не на ЗАГСе, такой отсылки прямой бы не было, и люди бы не говорили о том, что, о, там, развод, там, или они умерли, там, грустят друг по другу. Какие-то вот эти вот бредовые мысли у людей в головах. Ну, каждому свое. Вот, не знаю, у кого какой багаж, там, жизненный опыт, и, там, может, кто-то развелся недавно, и для него это, там, больная тема. Ну, почему нет? Вот, как бы, приди, ты посмотри, подумай о своем. То есть, это прям история двух людей. Сам когда-то в этом же ЗАГСе расписывался со своей женой, и я прекрасно помню, там, ощущения, сомнения какие-то, да, там, это очень серьезный шаг. Вот, и этот момент, когда она еще невеста, он еще жених, вот, он и изображен. И то, что он черно-белый, ну, а что бы изменилось, если бы я нарисовал в сепии? Ну, или, не знаю, зеленый бы взял. От темно-зеленого до светло-зеленого. Ну, как-то это не в этом суть. Такое приятное ощущение, то, что ты реально там тонны краски льешь, тысячи квадратных километров закрашиваешь за один сезон. Это прям такое ощущение. Такое, ты расту, востребован, классно. Ты больше себя ощущаешь таким принтером, сканером, копиром, что тебе дают картинку, ты должен ее просто перенести качественно. Оттачивая технику, ты все равно задумываешься о том, что у тебя есть собственный стиль. Как бы ты ни хотел, там, сделать картинку, там, в точности, как она есть, ты все равно закладываешь что-то свое. У тебя определенное движение руки. Ты уникален, потому что ты просто от природы уникален, да, и твой стиль становится уникальным. Как ты видишь цвет, как ты его используешь в работе. Плюс мне нравится закладывать в фон какие-то геометрические паттерны. За счет этого мои работы, в принципе, узнают по городу. Я, там, вот эту геометрию сейчас стараюсь как-то, ну, настолько привнести в свой стиль, чтобы стало стопроцентно узнаваемо, что вот это, это Марат Делл. Вот, как, если кто-то смотрит на покрасы, говорит, типа, это покрас делал. Хотя это, может быть, Фобос Грунт делал из Новосибирска, но все равно все говорят, что это Лондар. С Авангардом я сотрудничаю, ну, я сам играю в хоккей и люблю смотреть. Там, не то, что я ярый болельщик именно нашей команды, но мне нравится хоккей. И когда-то, давным-давно, меня одноклассник привел на товарищеский матч с Сибирью. И тогда Вьюхин у нас играл. И такой был прям персоной. Такой чуть ли не олицетворяющий омский хоккей. Это там Сушинский, Вьюхин, вот эти вот имена. И я запомнил, плюс я в амплуа вратаря играю, и это прям вот такой знаковый человек, персонаж был. И случилась трагедия, там погибли хоккеисты, в том числе Александр Вьюхин. Мне захотелось там годовщину очередной трагедии выразить как-то, да, свои эмоции по этому поводу. Я пошел напротив арены на переходе, нарисовал Вьюхина в форме локомотива. Вьюхин, вот, и меня заметили там из пресс-службы. Лек Малицкий вышел, заснял меня для Инстаграма, мы как-то поговорили, пообщались. Он записал мой номер, я делал для них роспись возле Академии Авангарда. И потом уже, непосредственно, при строительстве внутри Академии, там есть несколько стен, где мы рисовали. У них это зернышко там дало определенные плоды, они хотят расписать полностью тот переход. Вот, мы думаем пока, как это технологически сделать, потому что там мрамор до сих пор. И поскольку там будет новая арена, все это будет облагораживаться. И, в общем, есть план по новому оформлению перехода. Существует такой железобетонный уже мем НППО. Я не знаю там толком, откуда он начался, но как он засел в головах людей, особенно администрации города. Это такой негативный момент, что эту тему нельзя затрагивать. У меня были классные эскизы для росписи двух будок на проспекте Маркса, но у меня там люди с чемоданами. Мне сказали, нельзя людей с чемоданами рисовать, потому что они покидают Омск. Я говорю, они друг на встречу другу бегут. Нет, нельзя. И прямо вот это существует у них там в умах. Мне очень хочется создать какой-то антимин, потому что я из числа тех, кто Омск покидал, ну не знаю, уже десятки раз. Я, в принципе, очень много работаю и в Москве, и в Казани был, и вот со Ставрополя прилетел, там еще какие-то небольшие города повсюду по стране. Но я всегда возвращаюсь. И возвращаясь, я привожу оттуда сюда все лучшее, что в моей профессии, в моем деле существует в мире и в России. То есть Омск – это непаханное поле, большая площадка для реализации каких-то своих идей. Ну, в общем, если вопрос был в том, что для меня Омск, то Омск для меня – это мой дом. А поскольку в моей собственной квартире все расписано и облагорожено таким образом, то почему бы мне не делать это в городе?